Сегодня в аэропорту Байкал можно было наблюдать феерию цветов и шариков. Часть собравшихся встречала участников бурятского ансамбля «Булжамур». Ребята прилетели со всероссийского фестиваля детского танца. Мы приехали с поездки. Нас как бы поздравляют, что мы молодцы, что мы как бы выступили хорошо. Но особый ажиотаж вызвало другое возвращение Алиса Жамбалова вновь на родной земле. Олимпиада в феврале, за ней этап Кубка мира в Финляндии. И вот он, долгожданный прилет домой. Я уже когда увидела землю Бурятии с окна, уже думаю, наконец-то я вернулась домой. Конечно, первое впечатление, что это все-таки родина, она по-другому ощущается. Жалко, что без медали получилось, но тем не менее это моя первая Олимпиада. Впечатлений от Олимпиады очень много и очень приятно, что такая большая поддержка. Сейчас Алиса входит в топ-15 лучших лыжниц мира. В дальнейших планах у девушки нарастить этот результат до следующей Олимпиады уже с новым тренером. Отныне направляет бурятскую лыжницу знаменитый Маркус Крамер. Но пока заслуженный отдых на родине и встреча с духовным наставником. Попасть в 15 лучших лыжниц мира, простая девчонка из какой-то, будем говорить, сагануры, это же вообще непостижимое. Надо же понимать, что в некоторых местах, где все это имеется, может быть, это нормальные явления, да, те, как его, с кандидатских сторон. А у нас тут же шок просто. Однако отдых олимпийской спортсменки от силы на пару недель. Ближайшая встреча с Алисой Жамбаловой уже на байкальском марафоне, который начнется 19 апреля близ села Максимиха. Буда Мунхой, Федор Моденов, телекомпания АТВ.